В такой день история становится ближе. Кстати, Женя, знаешь ли ты, что в исторических хрониках давних времен сохранились скрижали, в которых древние ученые сокрыли умение перемещаться в пространстве и древние? К сожалению, вторая половина бесследно исчезла, а вот первую совершенно случайно удалось найти. Сейчас мы ждем звонка, чтобы отправиться на страницу материала об этой удивительной находке. Что такое вообще скрижаль? Скрижаль – это некий предмет, которым зашифровано какое-то послание из прошлого. Он может иметь любую форму, любой вид. Это может быть каменная доска или деревянная доска, или бумажная носитель. Вот, например, сейчас мы с вами находимся в недрах самой настоящей скрижали – Егорчиком Старых художественного музея. Любой музей – это скрижаль. Это место, которое соединяет прошлое с настоящим. Вот, например, за моей спиной скрижаль, который может перемещать во времени. Это самый настоящий порт, с помощью которого можно путешествовать по самым разным векам. И сейчас с минуты на минуту я готовлюсь переместиться с нашими юными посетителями, первоклассниками. Мы окажемся в старинной школе и узнаем, как учились там детки, как они одевались, какие-либо правила поведения, обучения, по каким учебникам они изучали буквы, читали свои первые слова, чем они писали, на чем они писали, во что они играли и что с ними происходило. Все это сегодня мы узнаем. Добро пожаловать в 17 век. Это возможно благодаря скрижали, специально для хороших новостей. Вашему мнению, как возможно было бы переместиться в пространство? Если да, то в каком смысле? Теоретически, конечно, возможно все, и у нашей природы еще множество загадок. Ну, я слышала, где-то неподалеку была обнаружена скрижаль, которая перемещает и во времени, и в пространстве, но пока временной порт, что-то с ним случилось, и он немного тормозит, его нужно привести в порядок. А вот в пространстве, говорят, это скрижаль перемещает на самом деле. Этот же вопрос... Такой вопрос. Возможно ли переместиться в пространстве с помощью телепорта, мы решили задать очень умному человеку, лучшему игроку десятилетия телевизионной передачи «Своя игра» Анатолию Вассерману. Во всяком случае, принципиальных физических запретов на подобные технологии пока не видно, так что можно надеяться, что рано или поздно вы этого добились. Привет городу Егорьевску и желаю всем его жителям, в том числе и в программе «Хорошие новости» только хороших новостей. Вот видишь, все-таки телепортации с помощью скрижалей это возможная вещь. Я всегда верил, что это действительно правда, и я прикоснулся к этому. Я все-таки думаю, вот где-то они ее прячут. Может быть, дело все-таки и не только в самой скрижале, но и в мысли? Я думаю, что нужно думать об этом лучше. А еще я знаю, что любая скрижаль работает так. Нужно, главное, подумать о том, куда ты хочешь попасть, и ты переместишься. Вот ты куда хотел? Я хочу в Санкт-Петербург. Никогда там не было весной или летом. Говорят, там очень красиво мосты. Слушай, хороший выбор. Ой, копыт, что ли. Арка, кстати, как в Питере прямо, да? Слушай, я даже не замечала. Правда, как в Питере. Здравствуйте. В эфире хорошие новости. Выпуск на Неве. С вами я, Тимофей Котов. И Елена Крынина. Наша программа призвана поднять ваше настроение и рассказать. И рассказать об интересных идеях и добрых вестях из Питера. Мы хаотично оказались в Питере сейчас. Я не понимаю, как это произошло. Ну что ж, я думаю, что телепортация в Питер не повод отступать от традиций. И мы сегодня начнем говорить о праздниках. Да, начнем с понедельника. 25 мая в России отмечается День филолога. Этот праздник для тех, кто тесно связан с русским языком и литературой. Студенты, учителя, преподаватели, библиотекари и даже переводчики. И логично, что он отмечается накануне Дня славянской посменности. Так что поздравляем людей, которые несут грамотность и просвещение в Москве. А 26 мая в нашей стране отмечается День российского предпринимательства. Появление этого праздника стало естественным следствием экономических перемен в российской экономике. В рамках Дня предпринимательства проходят презентации компаний, обучающие семинары, консультации, тренинги, круглые столы и выставки. День российского предпринимательства Здравствуйте! Мы находимся на выставке День российского предпринимательства 2015. В личном радио передает привет передачи «Хорошие новости». День российского предпринимательства День российского предпринимательства Егорецкий великан, выставка 2015, и это «Хорошие новости». Как мы видим из сюжета в нашем городе огромное количество достойных предприятий. Среди них кондитерская, мебельная, швейная и даже обувная фабрики. Кстати, об обуви. 26 мая приходится еще один праздник – День хождения босиком. В современных городских условиях люди перестали снимать обувь. Ходить босиком по улице стало делом опасным. Во-первых, из-за того, что под ногами уже не голая земля, а асфальт, плитка и стекло. А во-вторых, из-за вероятности подхватить простуду. Однако хождение босиком по земле и траве до сих пор остается прекрасным способом закаливания. И у нас есть видео о том, как наш с вами земляк решил отметить этот праздник. Всем привет! Сейчас Денчик будет мочить ножки в Финском заливе. Смотрим. Оп, 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 оп. Я в Балтийском море искупался. Хватит. Хватит, обнаряй. 28 мая. Помимо официального дня пограничника... Кстати, какие у тебя ассоциации возникают именно с этим праздником? Что ты представляешь? Что я представляю? Я думаю, что это солдат с собакой у черно-белого столба, который хором говорят известной фразой «Сильма». Есть такая профессия – родину защищать. Да. Ну так вот, помимо дня пограничника и дня оптимизатора, интернета, а или, проще говоря, сёшника, в этот день на свет божий появился мунинесс. Есть много историй, связанных с его изобретением, но наиболее правдивая версия свидетельствует о том, что во времена Семилетней войны, в мае 1756 года, французский повар изобрел этот чудесный непонятный соус. Непонятный, потому что он собрал его из непонятных продуктов. Да. Непонятное мутное время. Стоит отметить, что эта находка оказалась очень счастливым и вкусным рецептом, который практически не изменился с тех времен. Современный вид этого соуса можно встретить практически в каждом холодильнике по всему миру. День рождения майонеза не только повара, но и многочисленные потребители лишний раз подчеркивают значимость этого изобретения и отмечают многогранность этого вкуса. Как хорошо, что случайное французское изобретение попало к нам на стол и радует различными оттенками вкуса. Тем более, что без него невозможно приготовить любимый салат оливье. Кстати, в Санкт-Петербурге этот салат называется зимний. Ну, у них тут все зимнее. И салаты, и дворцы, и погода в мае. Лена, а ты знаешь своих соседей? Ты знаешь? Нет. Я живу на съемной квартире, и соседи со мной, если честно, даже не здороваются. Я знаю, что слева живет молодая пара, а справа семья с ребенком. А что? Да потому что 15 лет назад, 29 мая, появился такой необычный праздник, как День соседа. Вообще, праздник европейский, но не мешало бы ему появиться и в России, где заметно ослабли социальные связи. Суть праздника проста. Все соседи собираются в установленное время во дворе и саду, и каждый приносит какое-то вкусное угощение. Во время застолья можно познакомиться и подружиться. А я, пользуясь случаем, передаю привет своей соседке Оксане Новиковой. Это хорошо. А я тогда перехожу к другим праздникам. 29 мая отмечается День сварщика, День военного автомобилиста, День ветеранов таможенной службы и Международный День миротворца. Все праздники крайне важны. Так что... Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем, да. Ой, что с тобой, Лена? Ой, да не знаю, похоже, у меня аллергия на что-то. Ну, представляешь, есть и такой праздник, который тебя в этом поддерживает. 30 мая – Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Неумолимая и точная статистика свидетельствует о том, что уже в настоящее время уже 40% населения подвержены таким сбоям в организме и систематически принимают лекарства, снижающие воздействие аллергенов на организм. Но есть в этот день и другой праздник – День желтых от одуванчиков носов. Это очень милый праздник, ведь одуванчики так похожи на солнышко. Хочется престижные пленки и нюхать, нюхать, нюхать. Но, похоже, это не твоя история. Не моя. На очереди наша постоянная рубрика «Ваши письма». Правда, в этот раз мы сами решили наснимать всевозможных селфи и видео. Вот что из этого получилось. Привет из Питера, для хороших новостей. Давай. Отлично выглядели. Раз, два, три. Привет из Питера, для хороших новостей. Просто красиво. Просто Питер. Просто говно. Просто хороший новостей. Просто хороших новостей. Вау, у меня три ребенка нечистенькие. Мальчик, вам повезет? Да, так мы уже с летом, я просто плохо считаю. А, кстати, люди, которые плохо считают, всегда думают, что нечистенькие. Здоровка, станция метро «Весник». Тимофей, я вот о чем думаю. Мы тут с тобой в Питере, а в Егорьевске всякие мероприятия, события. Их же куча. Ну да, кто, если не мы, расскажет зрителю о них. 27 мая Центр внешкольной работы проводит турнир по шахматам, посвященный 70-летию Победы. Так что все любители шахов и матов, также ферзей, коней, 27 мая вперед на турнир. А если вам по душе не только кони, но и лошади, то для вас следующая новость. С 28 по 31 мая в Ленинском районе Московской области в Национальном конном парке «Русь» пройдет Кубок России. Международные квалификационные соревнования по вольтежировке, где будут участвовать егорьевские спортсмены и их непорнокопытные помощники. 27 мая отделение фитнеса и аэробики Центра внешкольной работы проведет фестиваль на сцене Дворца культуры имени Конина. Неравнодушным быть на месте в 18.00. Справки по телефону 315-53. Кстати, хореографическая студия «Волшебницы» также выступит во Дворце культуры с программой, где вводятся волшебники. Где вводятся волшебники? Где вводятся волшебники? Только уже 30 мая в 16.00. А уже на следующий день, 31 мая в 1.00 утра эстафета выступлений снова перейдет к Центру внешкольной работы. Вы сможете увидеть лучшие детские номера сначала в 1.00. Телефон Центра внешкольной работы 418-87. И снова о лошадях. 30 мая в 10.00 в спортивном комплексе «Вещора» любой желающий сможет совершить путешествие по страницам русской литературы или по страницам русских сказок. Причем сделать это можно будет с помощью конного спорта, костюмированного, естественно. Кстати, мероприятие посвящено году литературы. В последние дни мая 30 и 31 числа творческая усадьба гусеница предлагает совершить затяжной прыжок в космическое лето. В неспешном психоделическом ритме музыки «Эмбиент» и экспериментальной музыки. В течение двух дней известные представители русского «Эмбиента» в компании с московскими художниками превращают дыхание Земли и движение космоса в звучание и зрительные образы. Но в теремке 31 мая в 10 часов итоговый турнир по мини-футболу среди дворовых команд. А в 11 часов в парке имени Конина в павильоне пройдет детский шахматный фестиваль «Папа, мама, я. Шахматная семья». Вот так. Интересно, мы вообще в Егоревск вернемся. Там вон сколько всего намечается. А мы тут застряли. Завтра придется своим ходом. Без скрижали. Не переживай. На поезде доедем. Из этой дыры. Пора сбежать. То ли дело в Егоревске. Там такой трэш-угар вообще. Тут вообще культурная столица. На этом наш выпуск хороших новостей завершен. И наше неожиданное путешествие в славный город Санкт-Петербург тоже. Хорошие новости, как это ни странно, есть всегда и везде. Нужно только научиться их видеть. А если вокруг у вас нет хороших новостей, берите их сами. А если в своем городе вы навели порядок, то следуйте нашему примеру и айда путешествуйте. Тем более, что начинается прекрасное время сезона отпусков. И мы надеемся, что нам удалось выпить улыбку на вашем лице и настроить на позитивный лад. Увидимся через неделю. Пока. 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 И пока Петербург. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok